Здравствуйте, друзья! Хочу затронуть тему о достаточно интересном семействе птиц, которое популярно среди домашних питомцев, и это попугаевы. Большинство людей из моего окружения начали знакомство с птицами именно через попугаев, а в основном с такими видами, как кореллы, волнистые попугаи и попугаи-неразлучники. Яркие, кривые и сообразительные птицы не могут не очаровать своим внешним видом и поведением. Сегодня я вам расскажу историю одного моего попугая. Моего птенца Александрийского попугая зовут Аки. Это японское имя и означает оно осень. Осень у меня всегда ассоциируется с чем-то ярким и в то же время удручающим. Почему же тогда Аки? Ведь ничего удручающего тут нет. Обычный зеленый попугай. Поэтому отсюда и начинается история конкретно этого попугая. Все мы знакомы с заводчиками. Даже косвенно. Ведь некоторые зоомагазины берут птиц именно у заводчиков. Это и не хорошо, и не плохо. Это просто есть. Долгие полгода ушли на поиски этого вида конкретно в Санкт-Петербурге. Поскольку основная масса птиц была в Москве или в Краснодаре. Поток птенцов и Александрийских попугаев идет с февраля по июль. В эти месяца мне просто не было возможности вырваться в Москву или в любой другой регион. Брать взрослую и дикую птицу мне совершенно не хотелось. Тогда я уже решила взять птенца-попугая Аратинги. Это еще один вид, который меня привлекал наравне с Александрийским попугаев. Настал долгожданный день знакомства с попугаев Аратинга. И что я вижу? А я увидела на насильстве птенца Александрийского попугая. И в этот момент все мои мысли были заняты именно им. Почему же его не продавал заводчик на тот момент? Потому что это был еще птенец, который не умел самостоятельно жить. Птенцу исправилась в день, когда он нашел свой новый дом ровно два месяца. Пока мои глаза светились отчасти, я общалась с заводчиком, который уже согласился на продажу птенца, поскольку было ясно, что опыта у меня достаточно, чтобы взять на себя птичьего ребенка. Я ощупала птицу и нашла около левой лапы гор. На мой вопрос, что это? Мне ответили, что это нормально. И все зависит от расположения хвоста птицы. А такой вот легкий горб птенца сейчас от того, что он должен находиться в гнезде. Что сделала я? Счастье мне затмило здравый рассудок. Я откровенно повелась и забрала птенца домой. Яркая пелена эмоций сошла через пару дней, когда я поняла, что это, в общем-то, ненормально. И прием у врача будет внепланово. И что никаких горбов у птицы быть не должно. И что с возрастом это не проходит. Все мои опасения подтвердились у специалистов-орнитологов, когда на рентгене в двух проекциях мне показали травму позвоночника. Отсюда горб и еще миллион рисков для здоровья. Может быть и грыжа, и смещение органов, и передавить органы может, и все в таком духе. Однако это не все мои разочарования. Дальше в результатах анализов была обнаружена кандида и мегабактерия. Вот такие у меня эмоциональные качели получились. Поэтому всегда стоит брать самую ползающую, крупную и яркую птицу. А еще лучше, если вы совсем не разбираетесь в птицах, не брать выкормышей. А если и брать, то только у очень ответственных и проверенных заводчиков. Кормление растущего организма – это крайне важный и серьезный момент, который фундаментально закладывает все здоровье и дальнейшее развитие птицы. Почему необходимо знать заводчика в лицо и буквально требует всю историю содержания и кормления птенца, которого вы хотите собрать? Пообщавшись с некоторыми заводчиками, я поняла, что большинство из них – это люди, не разбирающиеся в птицах. Они откровенно халтурят и кормят птенцов кашами для детей. Хайнц, Фрутоняне – можно перечислять долго. А почему эти каши? Они дешевле. Получается, экономят на здоровье птиц, поскольку птенца строго необходимо выкармливать смесями, которые специализируются именно на птицах. Однако, даже тут не все смеси годят для того, чтобы заложить хороший иммунитет. Почему безмолочные каши для детей не подходят для птенцов? Они с сахаром. А еще там соотношение йода явно не для птичьего организма. Просто представьте, что будет с печенью и почками маленького растущего организма с высоким метаболизмом. Проще самому сделать для птенца мешанку из различных вареных круп с добавлением фруктов и овощей, ягод и пребиотиков для животных. Возвращаясь к истории. Птенец был максимально грустным, соответственно, я тоже была не в лучших чувствах. Речи о возврате птицы обратно даже идти и не могло, поскольку конкретно тот заводчик не доверяет никаким врачам. И, конечно, птицей бы не занимались. Я просто уже смирилась, что попугай некоторое время проживет в хороших условиях столько, сколько может. Как я поняла, что птицы не занимались? Конечно, самым первым тревожным звоночком было то, что по моему уходу из дома заводчика мне в руки сунули кашу фрукта няня для детей. А еще сказали давать 5 таблеток кальция на один прием кормления. По приезду домой птенца совсем отсутствовал интерес что-либо грызть. Понимаю. Можно сказать, что начался период адаптации, но это же не дикая птица, а выкормыш, которого уже с двухнедельного возраста забрали с гнезда. Неужели нельзя было мотивировать птенца грызть дольки фруктов и овощей? Этому пришлось буквально учить, выкладывая на стенд массу разнообразных кормов и зелень. Со временем птенец стал интересоваться и жевать, а из-за того, что у птенца было отвратительное кормление до этого, в помете со временем стали обнаруживаться непереваренные частички овощей и фруктов. В моем случае это все из-за мегабактерий. Также у птенца был обнаружен рубец на глазу, поэтому пришлось лечить дополнительно и глаз. Оперение птенца также было не в лучшем виде. Посеченные перья, стресс-линии – все это свидетельствовало о не лучшем выкармливании птицы. Время шло, и грустная птица расцвела благодаря уходу правильному, рациону и лечению. Сейчас у Аки состояние стабилизировалось, птенец активно опознает мир. Гороб его больше не тревожит, птица больше не заваливается на бок, а неровность на спине стала гораздо меньше. Плановый осмотр птицы у специалиста будет в мае. Оттуда и выяснится, как прошло лечение грибков. Ближе к осени будет повторен рентген органов и позвоночника, чтобы еще раз оценить возможные риски для здоровья. Теперь подведем итоги. Необходимо быть крайне недоточным во время покупки птицы. Человек, которому нечего скрывать, ответит на все ваши вопросы. Что же касается цены птицы? Цена птиц тут никакой роли не играет. Я взяла свою птицу за приличную стоимость для конкретно этого вида. Это была полная стоимость здоровой птицы. Какие же вопросы задавать заводчику? Рацион питания, световой режим дня, сдача анализов. Некоторые заводчики сдают анализы основной инфекции. Однако из-за того, что у заводчиков, как правило, огромное скопление птиц, я бы еще требовала анализа на мегабактерию и прочие грибки. В общем, нужен бак посев. Такое вряд ли вам сделает конкретно заводчик. Поэтому лучше сразу же в первые дни обследовать птицу. Причем любую. Как птенца, так и взрослую здоровую особь. Если же ваш выбор упал на выкормыш или докормыша, важно брать птицу, которая жила в стае и выкармливалась исключительно смесями для птенцов. Никаких смесей для человеческих детей. Самостоятельные мешинки приветствуются, однако состав там тоже необходимо понимать. Если помимо круп присутствуют витамины и пребиотики, ягоды, фрукты и овощи, у вас есть все шансы взять здоровую птицу. Но это далеко не факт. Необходимо сразу после покупки бежать сдавать анализы. А еще лучше сделать дополнительно рентген внутренних органов. В этом нет ничего страшного. Помните, в ситуациях, когда вы приобретаете нового друга, главное не деньги, а эмоции. Тут незачем экономить. А еще необходимо иметь под боком хорошего птичьего врача. Лучше заняться данным вопросом до покупки пернатого. Это важно, поскольку специалистов в области орнитологии крайне мало. Почему же лучше всего брать выкормыша из стаи? Таким образом, у вас есть практически все шансы взять психологически уравновешенную птицу, которая прекрасно знает, что она птица. И к тому же в стае других птиц птенец учится питаться самостоятельно и прочим птичьим повадкам. Откуда такие выводы? В первое время мой птенец был крайне прилипчивым и зависимым. Это тяжело как для владельца, так и для самой птицы. Как решается такой вопрос? Делаем для попугаи игровые стенты и капошилки. А что же такое капошилки? Это емкость, в которой содержатся различные травы, сухофрукты, мелкие семена, орехи, глина, наполнитель. Капошилки зависят от вида птицы. Капошилки отлично завлекают птицу и создают имитацию добычи пищи. А это крайне важно для попугая, голова которого большую часть времени ничем не занята. Благодаря стенду и капошилкам, а также резиновым игрушкам мой птенец Аки стал большую часть дня проводить именно в своих птичьих делах. А по утрам и вечерам требовал внимания к себе, что гораздо лучше, нежели весь день таскать скучающую птицу на плече. Сожалею ли я о том, что не вернула птицу? Обратно заводчику. Нет, я осознанно пришла к непростому решению, что хочу спасти эту птицу и стать ее другом. А если вам хочется, чтобы я побольше раскрыла вышеперечисленные темы, отмечайте в комментариях и задавайте вопросы. Буду рада ответить. А дальше продолжит рассказ Аки. Вот уж точно знает бравый уход о содержании попугаях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова